Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшний видео целиком и полностью будет посвящено моим впечатлениям о косметике. То есть у нас с вами все лицо первых впечатлений. Ну что, у нас сегодня с вами прям дофига-дофига всякой косметики, и также будет небольшой скандальчик. Ну что, начинаем. У нас с вами есть вот такой вот гель-хайлайтер от бренда Saye. Как это читается? Saye. Короче, вот видите, читайте как хотите. Он мне попался в прошлогоднем адвент-календаре от Культ Бьюти. Да, он у меня почти год простоял нераспакованный, то есть он просто стоял и все. Один я, кстати, разыгрывала в своем телеграм-канале, и распаковала его, он такой офигенный оказался. Жалко, что не сделала распаковку в прошлом году. Далее у меня дофига просто всего от бренда Astra. Этот бренд, я вообще не знаю, чего от него ожидать, но этот бренд вы мне написали, чтобы я протестировала, потому что я когда ездила на закупки в Москву, то вы мне написали, что вот этот бренд мы хотим посмотреть. У меня здесь есть BB крем в третьем оттенке, он какой-то грязный. Это я, мне кажется, онлайн на яблоке заказывала. И вот такой вот софт-мат крем. Я принесла два на всякий случай, если BB будет совсем, знаете, такой прозрачный, типа а-ля как база под макияж. И также два консилера. Один какой-то такой более легкий, один, наверное, более плотный, вроде как это итальянский бренд. И также пудра банановая от бренда Astra. Потом очень много продуктов кремовых от бренда Be Noage. Они мне присылали на обзор свои. Помните, радужный хайлайтер я показывала, там сияющие тени. Здесь три оттенка скульптора и разные кремовые румяна. Тушь, кстати, тоже будет от бренда Astra. Подводки у нас будут от бренда Be Noage. Они в точно такой же упаковке, как у Beauty Bomb в последней коллекции. Карандаш для губ. Слушайте, что все Astra, да? Тоже у нас Astra с вами будет. Помада тоже от Astra. База под макияж глаз от бренда Dope Cosmetics. Также у нас с вами гель для бровей от Benefit. И наша сегодня скандальная штучка. Это палетка. Тамет Танука. Мурена, злонравная, зубастая мурена. Очень красивая палетка. Но, видите, я здесь даже не сняла пластик. Хотела видео его снять. И мне пришлось расчехлить вот это вот. Микроскоп сегодня будем смотреть. Потому что, короче, с этой палеткой Do you want a scandal now, так сказать? Связан скандальчик, да? Что здесь, на вот этом вот рефиле этого оттенка, вылезли какие-то непонятные вещи, которые люди начали писать, что там типа плесень. И бренд написал, что нет, это кристаллы. Это вот типа вот этот оттенок. Таким образом, когда его запекают, что вот кристаллы эти выходят наружу. Я сразу вспомнила точно такую же ситуацию, ну, как бы аналогичную. Потому что выглядела на фотках точно так же с какими-то тенями патрика ТА. Видимо, есть какой-то специфический компонент, который при вот этом вот процессе там запекания или там что они еще делают, он выкристаллизовывается и выходит наружу. Вроде как это безопасно абсолютно использовать. Мне очень интересно, как это будет сводчиться. Мне очень интересно, как это будет выглядеть на микроскопе. Это, конечно, не такой какой-то там профессиональный микроскоп, да? Но тем не менее. Но в целом на айфоне, да, тоже есть вот эта функция макро. Ну, примерно плюс-минус так же получается. Но хочу сказать, что по цветовой гамме очень все интересненько. Вот этот оттенок меня прям сильно манит. Было два варианта покупки вот этой палетки. Сейчас, насколько я помню, ее нету в продаже. В общем, они решают вот с этими вот кристалликами или с чем-то свои как бы дела, да? И можно было приобрести вот в таком виде и дополнительно рефил, или вот типа вот так вот, да, без вот этого рефила. Мне нравится бренд Тами Танук. У меня куча их пигментов. И у меня, по-моему, практически все есть их палетки. Ну, правда, большинство из них просто даже не засвоченные, ни разу просто в коллекции сидят. Но у меня есть, конечно, вопросы к некоторым их бизнес-процессам, к тому, как вот... То есть такое ощущение, вот сразу, да, до обзора скажу, что у этого бренда есть виденье, есть там оборудование, есть классные какие-то вот эти все пигменты, все вот это на свете, есть вот это видение, что вот у них там яйцо появляется, да, потом там какой-то еще оттенок добавляется, потому что вот эту мурену, насколько я опять же поняла, да, она два года все никак вылупиться не могла. Вот это вот видение, но когда дело доходит до вот прикладного какого-то, прикладных каких-то решений или бизнес-решений, просто ощущение, как будто ты на детском утреннике, а не реального бренда какую-то косметику покупаешь. Ну, типа, в какое место я должна это вставить? У меня есть какие-то палетки пустые от Тами Танука, но, блин, все равно, ну вот это как-то все странно, все как-то несерьезно ощущается, не знаю. Но я уверена, что я начну тестировать, и все будет прямо... Не знаю, не уверена, нет. Вообще, Тени Танука, они классные. Здесь у нас палетки, теперь они стали пластиковые. Здесь вот у нас вся сзади информация есть. Вот, кстати, да, пожалуйста, и срок годности, и все остальное. Срок годности три года с даты изготовления, есть ГОСТ. Так, температура хранения ниже нуля, состав, производитель. Причем указан вообще и с адресом, и с УГРН, и П. Вот это вот все абсолютно есть. Все, что угодно, где сделано. Молодцы, молодцы. В этом плане придраться не к чему совершенно. Ребята, прежде чем мы начнем с вами посмотреть это под микроскопом, да, ну это как такое макро, да, будет. Хочу сказать, что я, конечно же, не верю, что это плесень, просто потому, что для того, чтобы была плесень, должна быть питательная среда. Вы когда-нибудь видели помаду? Хотя вот я снимала сама там про косметику из СССР, да, и там и помада была, еще там что-то. Ну даже вот через, там, 50 лет, даже через больше срок любители винтажа находят какие-то косметические средства, там, в том числе помаду, да, чтобы там была плесень. Нет, потому что на помаде, равно как и в тенях, нету питательной среды. Ну, то есть просто логически, да, рассуждаем. Потому что любому грибку, любой бактерии, вот всем этим живым организмам им нужно чем-то питаться. Вряд ли они с людой питаются или тальком, да, то есть здесь нету каких-то компонентов, которые приглашают их покушать. Ну, как бы просто логически, да, рассуждаем. Поэтому я думаю, что это все-таки кристаллы, но, конечно, выглядит это все немного странно. Монтирующая Наталина на связи. Хотела сказать еще по поводу плесени в косметике. Смотрите, сегодня в закрытом часике на Boosty скинули статью. Там, ну, как бы биолог рассказывал про то, что на косметике там может появиться плесень, бактерии, грибки. Ну, во-первых, это все как бы разные, да, организмы, микроорганизмы, и они все... им нужна разная среда абсолютно. Смотрите, давайте про плесень, да, не будем там про грибки, там про что-то еще. Плесень, она может завестись абсолютно везде, но для этого должна быть питательная среда. Я поизучала этот вопрос, но в целом как бы это логично, да, то есть может плесень появиться на стене, там, на дереве, да где угодно. Но, как правило, должны быть соблюдены определенные условия. Это крайне влажная, теплая среда. Соответственно, плесень, она берет свои питательные вещества из пыли и из воды, потому что она поглощает, ну, как бы в качестве питательных веществ органику, да. То есть она может сидеть на бетоне, и бетон за счет своей пористости, да, в него много пыли попадает, потому что пыль, ну, по сути, это частички кожи, да. Ну, очень большая часть пыли – это именно частички отшелушившейся кожи. И, соответственно, она будет это жрать и забивать водой. Вот. Поэтому, например, в ванной может появиться там в углу где-то плесень, да, если не проветривать, если не просыхать, если там постоянно жарко и влажно, вот. Но она появляется, потому что там вода и пыль. То есть если вы в эту же среду, например, туда же, в тот же угол прибьете палетку, то плесень может появиться и засесть на тенях. Но это не значит, что она будет эти тени есть, потому что в тенях нет питательной среды, ей нечего там поесть. Но она может там лежать и вылавливать каким-то образом из воздуха вот эту пыль и воду. Но скорее она все-таки предпочтет вот там вот в углу сидеть, потому что, ну, там как-то получше, мне кажется, что это сидеть. Ну, короче, к тому, что может такое быть, что палетка и на ней куча-куча плесень, если эта палетка лежит во влажном теплом месте, и там конденсат какая-то, вода постоянно собирается, вот. И, конечно, вообще не стоит забывать, да, что весь мир и все живые существа покрыты и бактериями, и грибками, и вообще всем-всем-всем на свете. Вот. И, ну, это я к тому, что в целом теория про то, что, ой, мне пришла плесневая палетка теней, но это может случиться, наверное, только если эта палетка лежала в открытом виде долгое количество времени в теплом влажном месте, и вода, конденсат собирался на этой палетке. Вот тогда можно говорить о плесени в палетках. В других каких-то случаях, как здесь, ну, нет. Так, снимем сейчас мы с вами упаковочку пластиковую. Блин, вот жалко, здесь такое не очень какое-то сильное увеличение, да. Они выглядят, как какие-то дымные облачка. Интересно, конечно, это все выглядит. Я хочу попробовать палочкой это потыркать. Интересно, получится так сделать, чтобы это было видно на микроскопе. Господи, я чувствую себя, как будто я какую-то эту операцию выполняю. Блин, куда ты поехал? Да уж не быть мне хорошим хирургом-эндоскопистом. Я поняла, мне нужна не металлическая палка, потому что магнит ее притягивает. В общем, айфон на настройки макро даже лучше снимает и фотографирует. Сказать честно, я еще покупала вот такую вот фигню с Алик. Ну, это уж какая-то фигня, потому что получается качество даже хуже, чем просто, когда, ну, вот айфон вот так вот близко подносишь. По мне, это выглядит, как какие-то мелкие сахарные кристаллы. По мне, это не выглядит точно, как плесень. Конечно, такого быть не должно, и непонятно, как это повлияет, ну, на носкость, на вообще характеристики, да, этого продукта. Довлетворили свое любопытство, и переходим к макияжу. Я хочу начать с глаз. Ну, так, знаете, на всякий случай. Для этого сначала давайте накрасим лоб, зону вокруг глаз. У меня нет карандаша нового для бровей, поэтому я уже карандаш сделал. Нет, карандаш от Гуччи, кстати. Так, BB крем у нас от бренда Astra Pure Beauty. Он вот такой вот, что у нас здесь с вами написано. Он увлажняет антиоксиданты с гиалуроновой кислотой. Ну, замечательно, 90% натуральных компонентов. Оттенок у меня 3, medium. Так, hello. Я просто чуть-чуть на руке вроде сводчила. Он как-то прям так в наглую не исчезал. Знаете, такое ощущение, как будто появляется у кожи цвет, но как будто не появляется вообще никакое перекрытие. Кстати, в жизни вот так вот оранжевенько не выглядит. Ладно, давайте уложим сначала брови. У меня вот такой вот продукт. Вроде как новый от Benefit Fluff Up Brow Wax. И это выглядит вот так. То есть он, по идее, еще какой-то объем придает. Интересно, он прозрачным-то будет становиться? Непонятно. Сначала прочесываю таким вот образом, чтобы насытить брови продуктом. И теперь укладываю брови. Слушайте, ну, кстати, красиво уложил он брови. И они какие-то, правда, более объемные стали. Вот здесь вот бровь уже зафиксировалась. А белый налет на бровях, кстати, не остается. У меня есть вот такая вот база от бренда Dope Cosmetics. Но, насколько я понимаю, это больше именно такая сильноклейкая база для сияшек. Ребят, ну, опять, вот вообще никакой информации, кроме названия бренда. Здесь, кстати, 20 мл. Достаточно много. В P. Louis, например, 15 мл. Ну, разница по размеру. Кажется, что это значительно меньше. Но, на самом деле, тоже там много. Короче, то, что делает эта база, не написано вообще нигде, не на упаковке. Ну, то есть, на упаковке написано там меры предосторожности, хранить там недосумно для детей месте, состав годен до 2026 года, а срок годности после вскрытия упаковки 6 месяцев произведено в России. Также здесь вот есть сеть обозначений. Но, соответственно, я вот это выкидываю, и остается у меня вот такая упаковка информации вообще. Ну, то есть, вообще даже что это здесь не написано. То есть, просто тюбик с непонятно чем. Очень странно, очень плохо. Так вообще нельзя делать абсолютно. Сроки годности. Ну, короче, я уже говорю это, видимо, в каждом видео, что берем любой американский или европейский бренд, смотрим, какая там информация, и ее наносим, собственно, на продукт. Ну, просто вот для примера. Здесь у нас и что это база, и наградиенты, где сделано. Короче, вот, пожалуйста, P. Louis. В общем, я буду делать на базе P. Louis, потому что, ну, эта база непонятно, подходит ли она там для растушевки матовых теней, да, например. И мы на одном глазу с вами используем базу под сияшку, а на другом не будем использовать. Макияж глаз. Я начинаю с нанесения базы. Я добавила P. Louis прям супер тоненьким слоем. Берем темно-синий оттенок, на кисточку дженова набираю и наношу на нижний век, а подрастягиваю. Видите, он такой не супер пигментированный, не супер прям темный. То есть мне его наслаивать здесь достаточно много приходится, но растушевывается он при этом в красивую такую сизо-синюю какую-то дымку. Более светлым бирюзовым оттенком я подрастушевываю этот синий, и видите, он прям забивает аж вот этот синий оттенок практически полностью. Поэтому синий мне приходится наслаивать-наславить для того, чтобы он оставался достаточно ярким, достаточно таким темным. Прорисовываю нижнюю стрелку и дальше верхнюю стрелку. А верхнюю стрелку пришлось по половине, блин, вот нижнего века рисую, потому что я что-то с нижней размахнулась. Ну, ничего, в итоге все получится нормально, я надеюсь. Тоже активно наслаиваю темно-синий цвет, и дальше вот этот разъемчик я еще консилером там прошлась. Верхнюю стрелку я подвытянула сначала бирюзовым и добавила синий карандаш в слизистую. Это вивьен с собой, я его вначале не показывала, просто захотелось добавить какого-то синего карандаша на глаза. Он, знаете, такой не супер прям пигментированный, к сожалению. То есть много раз мне тоже наслаить пришлось. Верхнюю стрелку я тоже подрастушевываю и возвращаю темно-синий цвет. Ну, знаете, потушевали, потом нанесли синий. Ну, посмотрите, вот этот светло-бирюзовый, он прям берет и забивает темно-синий. На внутреннем уголочке я ношу более темно-бирюзовый и делаю такой, типа Halo Eye. На этот глаз я добавила базу, она, видите, такая немножко как сопля тянется, ну, как клей такой для глиттера. И я очень тонким слоем наношу на вот все пространство, которое там свободное. Далее набираю вот этот красивущий оттенок, набираю его прям кисточкой. У него нету цветной именно подложки, то есть это как очень много блесток, поэтому я их вот так вот тык-тык-тык-тык-тык, и они как бы залепляют все пространство свободное. И я еще бирюзового оттенка добавила на внешнем уголочке и втушевала темно-синий оттенок в эту стрелку. А вот этот не доухромчик, а на прозрачной базе зеленый оттенок я добавлю на внутренний уголочек и дополнительно еще подрастушевываю все темно-бирюзовым оттенком. Вот темно-бирюзовый по качеству прям супер. Консилером Tarte Shape Tape я прям вычищаю вот этот разъем, потому что он должен быть прям такой заметный, потому что иначе все сольется воедино. Беру подводку Binoche и подвожу нижние границы вот этих своих стрелок. В целом, ну, не совсем обязательно было это делать, просто ну, раз уж я взяла эту подводку, надо же как-то использовать. Она достаточно хорошо рисует, прям такие тоненькие хвостики можно вывести. Снова зачищаю вот этот разъемчик и подрастушевываю теперь стрелки темно-синими тенями, то есть прям наношу поверх стрелки и оттягиваю наверх, чтобы черный как бы переходил у меня в темно-синий. И темно-синим я еще всю межресничку забиваю, кстати говоря. Теперь наношу тушь Astra, она прям с первого прокрашивания неплохо все красит. Я дальше буду клеить пучки, поэтому я, ну, не докрасила ресницы, знаете, до прям максимального там состояния, но в целом выглядит очень даже неплохо. Так, а вот здесь вот я, кстати, наношу без базы, ну, точнее на пилуис, просто на сияшку, а не на доповскую базу. Разницы, честно сказать, визуально я не видела. Вообще, если я пробовала показывать какой-то доухром, ничего не получилось. Здесь я вам показываю тушь, а здесь я вам показываю, что немножечко скаталось там, где была база под глиттер. Ну что, макияж глаз завершен. Давайте продолжим макияж лица, ну, точнее, начнем, да. Я буду все-таки использовать вот это тональное средство, потому что для более яркого макияжа глаз хочется, ну, чтобы макияж кожи все-таки чуть поплотнее был, потому что вот этого явно будет недостаточно. Оттенок у меня... Soft Matte это у нас называется. Какой оттенок? Оттенок какой? Оттенок 03. Пахнет немножко какими-то цветами. Кстати, наносится прям очень даже симпатично, просто сразу перекрывает, да, все какие-то покраснения. При этом я бы не сказала, что его как-то сильно видно на коже, ну, точнее как, это все-таки от среднего до более плотного покрытия, но вроде выглядит окей. Тон, кстати, очень даже симпатично, по-моему, смотрится, но, конечно, такое покрытие, то есть его видно на коже, такой матовый просто тональный крем. Некоторые покраснения из-под него как-то чуть-чуть решили вылезти. Попробуем их сначала тональным кремом перекрыть, посмотрим, получится ли он у нас с вами. Ну, в целом, мне кажется, мне кажется, да. Теперь у нас с вами... Давайте мы теперь с вами сделаем... Давайте мы теперь с вами сделаем скульптуру, потом консилер в конце, главное не забыть. Вот у нас три оттенка. А первый, второй, третий, блин, они вообще... Кажутся прям очень похожими. Мне кажется, разница между первым и вторым оттенком просто какая-то... Не знаю, она вообще есть. Ну-ка, если растушевать... Ну, не знаю, мне кажется, это плюс-минус одно и то же. Сейчас посмотрим. Давайте мы нанесем с одной стороны прямо из стика. Давайте просто вот на лицо помажу, чтобы вы видели еще второй. Блин, второй, он, я поняла, он более холодный. Окей. А первый? Ну, первый точно такой же, как и второй. Тоже холодный. Ну, более холодный, по крайней мере. Так, а с этой стороны я нанесу на руку и буду отсюда уже набирать кисточкой. Растушевываю кисточкой лила. Вот, кстати, пушистыми кисточками ими классно распределять и работать, когда у вас очень кремовый продукт, то есть когда он уже, знаете, подтаял. Я думаю, что с руки он будет чуть получше наноситься, потому что здесь он такой, ну, немного тягучий, но в целом вроде окей. Классно растушевывается, он не очень яркий, и мне кажется, для светлой кожи вообще будет просто отлично. Здесь можно я уже просто сделаю вот так. Так, здесь я набираю на кисточку и наношу. Ну, поскольку продукт не сильно пигментированный, приходится еще его добавить на руку, да, он там уже чуть-чуть как будто начинает подтаивать. Ну, кстати, классно растушевывается, классно наносится, и оттенок очень приятный. То есть он как и за бронзер может сойти, да, так и за скульптор. И еще раз наношу на руку. Этот способ мне нравится явно больше, но так тоже можно, да, потому что, ну, вот так вот это обычно побыстрее, особенно если вы хотите активно сделать. Здесь как бы по классике. К большому холсту большую кисточку. Смотрите, вот здесь вот видите, теплее, потому что я здесь не добавляла вообще вот этого второго оттенка, а здесь более нейтральный получился оттенок. Мне кажется, это потому что я добавила немного второго оттенка. Прошла идея бронзер со скульптором смешивать. Я так давно уже делаю. Я немножко здесь решила это поактивнее нанести. Чуть наносим на боковые поверхности носа. Я со стика набираю. Тоже в целом все окей, работает. Теперь у нас с вами румяна, пять оттенков. Первый и второй оттенок. Вот второй оттенок, знаете, на такой прям белой базе. То есть он не столько розовый, сколько он вот именно такой беловато, какой-то немножко лиловый. Далее четвертый оттенок. Я про белую подложку сказала, что на более загорелой коже может немножко, ну, как бы в серость уходить, ну, просто из-за вот этой белой подложки. Так, дальше оттенки у нас будут 4, 5 и 6. Блин, шестой не вылезает. Вот это 4, 5. Вот 4, 5. И оттенок номер 6. И что мне делать? Мне вот этот оттенок нравится. Так, сори, у меня запись не началась. Я вот здесь во второй слой уже наношу. Вообще в целом хотела сказать, что румяна достаточно светлые все. То есть у них такая прям полупрозрачная какая-то подложка. Мне кажется, что для светлой кожи это вообще просто супер. Я нанесла второй слой, потому что здесь решила тоже вот так вот и стика нанести. А вот здесь хочу уже попробовать с руки набрать. Классная формула, мне нравится. Вот, кстати, тоже бенуаж, да? Что есть громовка названия цвета, креме, блажь, стик и все. Срока годности нет. Картонки я уже все выкинула, потому что, ну, я уже просто не могу, блин, хранить весь этот картон вечный. Блин, почему нельзя вот написать, хотя бы вот эту баночку нарисовать, да? Сколько там месяцев с даты открытия. Видите, чистый палец. Вот один раз я провожу вот такая вот достаточно легкая пигментация. То есть цвет есть, но он как бы на прям такой прозрачной подложке. И теперь у нас у меня консилер на выбор, да? Из двух, либо чуть более легкий. Давайте я сейчас посмотрю на сводч тоже по цвету. А этот у нас, какой, господи, протеины и сои. Ой, господи, консилер. Pure Beauty Fluid Concealer. Здесь у нас консилер Long Stay Concealer. Так. А мы же можем, смотрите-ка, по цвету-то, но ваша-то одинаково практически подобрала. Это оттенок 02N, это оттенок 2. Вот это мастерство, я понимаю. А мне кажется, вот этот посветлее, но он, наверное, есть вероятность, что он будет чуть такой более матовый. Он, конечно, желтоватый оттенок. Ну, ладно. Ладно, что поделать. Давайте мы оба протестируем, потому что почему бы, собственно, и нет. Давайте сразу растушуем спонжем. Очень, кстати, прилично даже растушевывается. Так, здесь я кисточкой дорабатываю. Синди, она называется такая удобная для консилера. Это просто капец. Кстати, наша коллаборация с Байгефами доступна на всех маркетплейсах и на официальном сайте. Так что, ребятки, заходите. Озон, Вайлдберс, все. Я оставляю все ссылки в инфобоксе внизу. И кисти, и спонжи, и все-все-все на свете. Так. Ну, вот это очень даже, по-моему, неплохо смотрится. Сейчас стушуем с румянами. Окей. И здесь давайте нанесем вот этот более такой должен быть легкий консилер. Только в нем, знаете, как будто капля какого-то сияния есть и меньше перекрытий. Потому что здесь тоже есть покраснение. Сейчас посмотрим, как будет здесь. Потому что вот эта область, она такая обычно самая показательная. Да, да, что вот этот более матовый, вот этот более сияющий и чуть менее кроющий. Я набираю предыдущего консилера немного. Да, смотрите, видите, он покраснение сразу перекрыл. Ну, понятно, здесь плотный слой. Ну, вот я подрастушевываю, и все. Все покраснение ушло. Здесь то же самое. То есть для перекрытия нюансов я бы первый вариант все-таки больше рекомендовала. Теперь у нас с вами пудра тоже от бренда Astra. Здесь очень странный, смотрите, какой момент. То, что обычно же эти пудры вот так вот открываются, а это открывается просто наверх. Я вижу в этом прям очень мощную потенциальную угрозу того, что это может открыться, если вы решите попутешествовать или куда-то взять с собой эту пудру, что это будет просто какой-то капец. И она спонж, он здесь квадратный. Я вот такой треугольничек из него как бы сформирую и сделаю бейкинг, потому что вообще банановые пудры, они, как правило, хороши для бейкинга. Ну, и мы с вами переходим к макияжу губ. Карандаш у нас тоже Astra в оттенке Fierce Nut и помада в оттенке 90-е... 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 Бис... Ксю? Бизу? Бисю! В общем. Ну, карандаш стандартного, плюс-минус моего оттенка. У меня такое ощущение, что он будет стойкий, потому что я его вот наношу во втором разу, потому что я вот здесь его хотела чуть-чуть поднаслоить, и он, знаете, как будто там уже подзасох. Я вот сейчас нанесла на руку, проверим попозже. Так, а помада, у нас она, знаете, похожа на вот этот формат, который ты нажимаешь, но нет, она выглядит абсолютно... Но на самом деле нет, просто обычная. Ну, под этот макияж немножко тепловато, да, получается. Хотелось бы чего-то, может быть, такого более светло-нейтрального. Ой, я знаю, что мы сейчас с вами сделаем. Кстати, финиш и вообще вот такой этот помадная комбо симпатичная. Мы сейчас сами чуть-чуть это. Консилер добавим. Я просто, знаете, такая сижу, что-то смотрю на стол и такая... Просто это мой стиль. Короче, давайте так вам покажу. Вообще огромный какой-то продукт. Мне кажется, он больше для тела. Здесь не было первичной упаковки, и, честно сказать, здесь написано просто Glow и Super Gel. Все, то есть просто гель, куда хочешь его, видимо, можно наносить. Но поверх тона я не буду, потому что, мне кажется, он подразъезд. И он дает красивое такое сияние. Мне прям дает красивое сияние. Мне кажется, очень красиво это на теле бы выглядело. Хотя вот мне что-то хочется, хочется. Мне немножко... Но вот, правда, на пудру не знаю как. Давайте вот с одной стороны просто чуть-чуть попробуем добавить. Видно, что тут происходит. И он подсыхает, кстати. Вы смотрите, как деликатно, как симпатично. Мне кажется, это очень красиво можно использовать, например, для там бьюти или каких-то, ну, фотосъемок, когда необходимо зону декольте проработать. Но, знаете, я хотела еще вот эту сияшку попробовать нанести в качестве... Ой, это была ошибка в качестве хайлайтера. Ну, хотя нет, в целом можно растушевать, потому что здесь прозрачная достаточно подложка, и, знаете, блесточки, и в целом в качестве хайлайтера тоже нормик смотрится. Ну, выглядит не то, чтобы прям суперклассно. Вот у Джефри Стар, да, вот такого плана есть хайлайтер двухромный. Выглядит я, ну, не знаю, что-то у меня уже, конечно, тут перебор по зелени, но в целом, кстати, симпатично, потому что он такой не только зеленый, но еще и золотой оттенок. Я добавлю фиксирующий спрей, Макфикс Плюс. Пока все просыхает, давайте посмотрим на стойкость кар... Ну, достаточно хорошая стойкость для карандаша, для губ. Ну что, ребята, давайте теперь мы обсудим с вами все продукты, которые мы сегодня с вами попробовали. Итак, давайте начнем с продуктов для лица. Вот этот вот гель, мне кажется, его классно использовать как для лица, так и для тела. Здесь 30 мл, но выглядит такой прям, знаете, внушительной баночкой. Мне понравился этот продукт именно для такого вот легкого какого-то макияжа. Под тон, скажу честно, добавлять его смысла особого нету, потому что это такое красивое глянцевое сияние без каких-то там точек, да, без каких-то именно блесток, но на тело очень красиво можно нанести. И несомненный плюс то, что он все-таки фиксируется и оставляет такую прям какую-то гладкую, красивую, как влажную кожу в качестве хайлайтера. Мне кажется, он тоже очень красиво смотрелся, ну, как мы сейчас вот это сияние нанесли, но до этого тоже прям так влажненько, очень-очень приятно, очень симпатично. По поводу BB крема, я думаю, что я его еще как-нибудь попробую, но мне не понравилось. Объясню почему. Потому что он придает цвет, но ничего не перекрывает. И в целом такие продукты, безусловно, тоже имеют право на жизнь. Как правило, они называются что-то типа T-Net Moisturizer. И под BB, CC, вообще уже все имеют в виду, кто в лес, кто по дрова, потому что изначальные вот эти вот аббревиатуры, которые BB, что это Beauty Bama, это был всегда продукт с уходом, да, такой полупрозрачный, но обязательно с пудрой. CC – это Color Correct, это, как правило, продукты, у которых есть технология Soft Focus, да, то есть границы мягко растушевывают, ну, как бы сами по себе, да, немножечко такие расходятся, да, не видно четких границ. Вот сейчас все эти значения, они куда-то испарились, куда-то ушли, да, то есть что попало. Поэтому, если на коже нету никаких высыпаний, ничего такого, и просто хочется немножко оттенка ей придать, то это будет нормальный вариант, но по носке, опять же, да, не совсем пока понятно. Друзья, пришло примерно 6,5 часов с момента нанесения макияжа, я ресницы уже накладные отклеила. Я припудривалась один раз, потому что я снимала еще видео, а так в целом достаточно мата все. Так, это я чуть не отклеила. А, ой, это свои ресницы. Sorry, сыворотка Top Lash, скидочка, это топ Наталина на озон 20%. Что-то длинные ресницы. Ну, ладно, в общем, тени все окей, они у меня чуть-чуть начали вот здесь вот скатываться, но я все поправила, и они перестали этого делать. Здесь на базу тоже капельку оно подскаталось, но в целом ничего как бы критичного, по-моему, нету. Карандаш все продержался, у меня в 4, наверное, слоя нанесла. Брови. Но они все равно, кстати, вот здесь, видите, чуть-чуть это подвижные, но волоски сами такие более плотные. В целом, средства рабочего характера. По лицу вообще все отлично. Тональный. Я прям удивлена. Все отлично. На губах здесь произошел немножко капец, но что я хочу сказать. Я же наносила сюда консилер, а он такой, ну, светлые оттенки, они всегда и помады, и консилер, они от этой фигней занимаются, поэтому здесь виноват, я считаю, только консилер. А так вообще все относилось замечательно. Это тональное средство, оно мне, может быть, какие-то вот тональные, типа Maybelline напоминает, которые у них стойкие. Кстати, бренд Astra, я посмотрела сейчас по своей истории покупок на золотом яблоке, это такая средняя ценовая категория, ну, то есть где тональные средства, где-то до 1200 рублей, где консилер там 700 рублей, тушь 700 рублей, ну, то есть низкая ценовая категория, наверное, для меня сейчас, если там консилер там рублей 300, тушь там 350, вот, ну, короче, вот такие вот какие-то цены, достаточно адекватные, на мой взгляд, качество, качество, как у какого-то бюджета, ну, такой, знаете, драгстор, вот есть такой термин в английском языке, у нас его нету, но вот здесь, например, у нас в Сербии тоже есть такие магазины, типа DM, типа Lili, ну, DM это такая, типа, европейская сеть, и там ты заходишь, и там вот бренды, типа там NYX, вот какие-то Maybelline, L'Oreal, вот такого плана бренда, то есть не совсем там дешман какой-то рыночный, да, а такие масс-маркет, вот что-то такого плана, это вот такой какой-то евроамериканский масс-маркет, то есть качество нормальное, нету и каких-то, то есть выше головы, оно не прыгает, но в целом как бы все норм. Опять же, я уже с этим макияжем, наверное, часа полтора, и пока вообще с ним ничего не произошло, но нужно понимать, да, что он достаточно такой плотноватенький, и сама текстура тоже такая, как немножечко кремовая, да, ну, то есть не жидкий крем, а такая, как сметана, типа того, но, конечно, нужно посмотреть, как это все будет носиться. Пока мне нравится, я не думала, что мне зайдет. По поводу консилера, так, а где второй? Вот этот чуть более сияющий, чуть менее кроющий, этот чуть более матовый и чуть более кроющий, можно, конечно, комбинацию использовать, да, а в целом мне вот этот понравился больше, потому что, когда у нас с вами легкий консилер, его можно, например, с тоном, да, чуть-чуть смешать, или супер тоненько нанести и его подрастянуть. А вот такого плана продукта наслоить здесь будет достаточно сложно, плюс он такой чуточку более сияющий, хотя вот этот тоже не фиксируется, то есть он в матовый не высыхает. В целом, очень приятный консилер, очень даже такой хорошенький, оттенок 02N, я бы не сказала, что это N, он все-таки желтоват, но в целом с моим цветом кожи сейчас все-таки как-то это сработало, да, ну, такой нормик. Но я хочу потестировать этот бренд, я, честно говоря, когда покупала, я думала, что Astra это вот один из тех родившихся из пепла, просто брендов, да, немножко непонятных каких-то, но, ну, может быть, это и так, даже если это так, то качество меня пока приятно удивляет. Пудра нормальная, она не подчеркнула никакую сухость, что для меня важно и приятно, но она, знаете, немножко как будто суховатая, и мне не нравится вот это вот дело, потому что это может раскрыться, особенно, ну, сейчас она пока еще новая и защелкивается, да, а через какое-то время это совершенно запросто раскроется и будет печаль-беда. Мне понравилась тушь, здесь приятный вот этот аппликатор-морковка, конечно, бы хотелось, чтобы здесь еще более тонкий был кончик для того, чтобы прокрашивать всякие вот эти маленькие реснички, потому что для меня это важно, чтобы реснички маленькие все прокрасились, чтобы форма глаза такая вот была раскрыта, все замечательно. И она прям с первого прокрашивания дает такой объем, но я сегодня сильно прям не наслаивала ее, потому что все равно того нету макияжа, глаз было бы особо не видно, но в целом прям очень даже неплохо, и за все это время у меня ни одной крошки, ни одной точки, ничего никуда не упало. Тушь около 780, по-моему, рублей я за нее заплатила. Карандаш для губ мне понравился, симпатичный, достаточно мягкий при нанесении, но нужно все-таки иметь в виду, что он фиксируется, да, то есть он достаточно будет такой стойкий, что, опять же, плюс, да, может быть, что он не будет выпускать помаду куда-то, не будет там стираться, то есть вы можете, например, на все губы нанести карандаш, а сверху там бальзам для губы, для губы, для помады, для губы, мне кажется, тоже отличный вариант. Мне понравился 04 Fierce Nutt, отличный оттенок, такой базовый. Помада неплохая, но ничего особенного, но в целом приятная, такая сияющая, какой-то полублеск для губ, она называется губная помада с блеском. Напомню, оттенок у меня был 06. Вот это от Benefit, мне, кстати, из календаря это попалось, по-моему, из Культбьюти тоже. Я хоть и не люблю воски, но мне кажется, это не то, что обычно мы называем воском. Это какая-то белая шняга, похожая на базу под туш, но почему-то, почему-то брови как будто стали реально гуще, реально волосате, то есть он, видимо, как-то на волоски наслоился, и при этом оно все зафиксировалось, то есть нет такого обычно, как с воском, что ты трогаешь брови, и они там, ну, как бы не особо зафиксированы. Очень даже неплохо. Подводка от Be Noir. Мы сегодня с вами, конечно, попробовали только черную, и она прям такая хороша, хороша, должна сказать. Подводки эти, кстати, тоже стойкие. Давайте я сейчас вот так вот себе сделаю здесь сводчики, и вам покажу. У меня коричневая и бордовая еще туши. Достаточно тонкая кисточка, просто тянуть стрелку. Здесь не фетр, здесь вот именно кисточка. Так, не забудьте вернуться к этому сводчу. Продукты для лица от Be Noir. Мне понравилась в целом формула. Легко тушуется, легко все распределяется, классно наносится. При том, что тональное средство, оно типа матовое, вообще ничего не проелось, совершенно классно все нанеслось. Мне понравилось смешивать второй и третий оттенок, потому что второй явно для меня холодноват. Третий немножко тепловат, но при этом вот они вместе как-то в смеси, да, вот здесь дают отличный результат. Румяна, я бы сказала, что оттенки все какие-то грустные, то есть они все какие-то без изюминки. Это, знаете, когда придраться уже не к чему такого, не от изюма. Ну, правда, они просто какие-то сильно обычные, и необычность в них только то, что они достаточно полупрозрачные. Мне кажется, они отлично подойдут для тех, у кого прям сильно светлая кожа. Кстати, ребята, не забудьте зайти на сайт natalinaeducation.com для того, чтобы что? Приобрести доступ к моим курсам. Они сейчас распродаются со скидками до 80%. Там есть все-все-все курсы, которые просто бестселлеры наши. Это и курс «Все макияж», для тех, кто хочет стать визажистом. Это курс «Хайрфанс», для тех, кто хочет стать стилистом по волосам. Там есть комбо-наборы такие, где в себе макияж плюс «Хайрфанс» и там «Брохиру», тогда курс «Бравист» идёт в подарок. Также там есть легендарный курс «Макияжный гардероб», который мы снимали совместно с Ксеней Выбором и про макияж, и про уход. Крайне-крайне рекомендую вам тариф «Тотальный гардероб» на «Макияжный гардероб», потому что там был первый «Макияжный гардероб», второй «Макияжный гардероб», и вот «Тотальный» — это первый плюс второй. На него никогда-никогда не было скидок, И сейчас они там есть. Это самый потрясающий, на мой взгляд, ну, вообще объективно, конечно, это, да, очень крутой курс по макияжу для себя и по уходу за кожей. Так что ждем вас на natalinaeducation.com. Вот такой карандаш для глаз от Vivienne Sabo в четвертом оттенке. Цвет в целом симпатичный, темно-синий, но мне раз в пять уже пришлось его наслоить, потому что он продолжает выпадать из слизистой. И, мне кажется, даже вот так вот издалека нас в очевидно, насколько этот оттенок такой неплотный сам по себе, он такой полупрозрачный какой-то. Так, подводки. Ну, по мне, это очень даже хорошая стойкость, то есть прям приходится потереть, да, чтобы оно сошло. У нас с вами база еще от бренда Dope. Кстати, подо что эта база, узнать невозможно. На упаковке написано просто типа Base. И все. То есть, ну, как бы если тебе это подарили, например, и ты не знаешь, что это за продукт, ты вообще не... Ну, база. Типа база под макияж, база под что? Не знаю. У меня вот здесь вот на этом глазу, там, где есть эта база, чуть-чуть есть скатывание. Здесь пока нету. Пока нету. Ну, разница по времени минут 45, наверное, в нанесении. Я знаю, как работает Женя Ежова. Я ходила к ней на курсы. И я помню, что Евгения Ежова работает с клеями под глиттер таким образом. Сначала тоненько наносят на все веко, потом этим же пальчиком набирает глиттер, приклеивает его. И потом может еще набрать эту базу и нанести ее поверх этого глиттера. И потом еще глиттером залепить. Это получается, что все частички, они, знаете, как бы вот так вот встают и заполировываются. И получается, как такой щит. Не знаю, какой-то самовар. В общем, глянцевая такая единая поверхность. Но это срабатывает на тех, у кого нету текстуры на веки. Потому что если текстура на веки, то как раз-таки вот это может все ломаться. Возможно, для такой техники это и сойдет. И посмотрим, как он себя поведет именно как клей для глиттера. Но для этого нам нужен будет глиттер, да? Логично. Поэтому пока откладываю я это тестирование. Возможно, сделаю общий обзор бренда Dope. Но пока меня, конечно, просто дико поражает и бесит то, что вообще никакой информации, кроме наименования бренда на упаковке нет. Ну, это просто несерьезно. Это вообще что это такое? Да даже вот здесь, на этой упаковке, здесь написано base, база. Ну реально, а для какого места база? Ну то есть это надо знать. Ну короче, ребят, нет. Ну должна быть информация. Все. Вот, фикс плюс, пожалуйста. Хоба. Все равно же красиво, дорого вся упаковка выглядит. Все есть. И теперь мы с вами переходим к палетке Tami Tannuka Murena. Я надеюсь, что она вернется все-таки в продажу. У Tami Tannuka сейчас вот это обновление. Это, мне кажется, далеко не первая палетка, которая выходит в таком пластике. Здесь есть магнит, да, соответственно. То есть не просто так вот я нашла у себя, господи, вот эту палетку. Вставила сюда этот синий оттенок. Вот этот концерт, что делать. Просто еще однушку присылают. Для меня это супер странно. Это просто, ну, какой-то вообще взрыв мозга. Немного такой формат утренненького детском саду. Вот то же самое здесь, да, такая, типа детская самодеятельность. Конечно, продукт может быть здесь и классный, да. Но, блин, вот что, ну, для меня это странно. Я знаю, что сейчас у Tami Tannuka и заслужено, что у них огромная армия поклонников. И это все здорово. Но, блин, серьезно? Ну, короче, очень странно. Это все. По поводу оттенков. Мы с вами попробовали все, кроме плесневого и вот этого. У них есть номера, но у них также у этих оттенков есть название. Они там вроде на сайте должны быть. Так, а по поводу вот этого оттенка. Ну, он интересный, он красивый, симпатичный. А, вот я сказала, что уж нигде не отпечаталась. И первая такая мразенка взяла, тут вылезла. Красивый оттенок. Прям такой он какой-то переливчатый. Он, знаете, переливается из голубоватого в золотой, в фиолетовый. Много разных оттенков. Красиво выглядит. Ну, мне нравится. Вот это я обожаю такие оттенки. Можно в качестве хайлайтера использовать. И, знаете, это не просто зеленые только блестки. Здесь и зеленые, как будто и золотые блестки есть на такой прозрачной подложке. Именно поэтому в качестве хайлайтера это классно работает. Матовые оттенки приятные. Но синий оттенок, вот, знаете, он недостаточно как будто... Не то, что пигментированный. Вот я когда делала макияж, вообще, вот этот синий оттенок, хотя должна сказать, что он достаточно сложный. То есть это не просто темно-синий классический, который будет в какой-то цветной палетке. Он вот какой-то такой сложноватый, интересный такой вот. Но он какой-то дымчатый и как будто бы, как будто бы недостаточно глубокий для затемнения. В целом можно делать смоки, например, да, вот из этого оттенка. Просто черным или темно-синим карандашом проходиться по там слизистым, да, и дальше его там наслаивать, как-то оттягивать. Он, кстати, классно растушевывается через вот этот лучший оттенок. Этот слишком светлый для растушевки его. И он какой-то вот такой немножко дымчатый. И если бы я не добавляла здесь именно черный карандаш для стрелок, мне кажется, был бы не такой глубокий, не такой контрастный макияж. То есть вот этот разъемчик, вероятно, было бы не так заметно. Но оттенок достаточно приятный. Сияшки здесь всего их получается четыре. Ну вот этот плесневый или с кристаллами. Но, кстати, я его сейчас потрогала, и мне интересно, вылезут ли там вот они новые. Я сейчас тут уберу, да, которые были. Но, повторюсь, по мне это похоже реально вот на какие-то кристальчики, да, совершенно не похоже на плесень, у нее другая текстура. Ну и плюс плесень не может жить на тенях. Но здесь давайте просто я посмотрю вот так. Ну, кстати, вот этот может быть интересный, да, оттенок в нем, потому что есть какой-то отлив, какой-то синеватый. Вот этот достаточно простой. Вот этот, блин, очень красивый. Обожаю такие оттенки. Ну и этот тоже самой собой очень интересный. Но у него, прям, знаете, ну у него такая густая какая-то хлопьевая текстура. Может осыпаться это все дело. И оно у меня, ну в целом-то все и осыпалось. Мне нравится, что у него, знаете, такая прозрачная подложка в целом, да, вот у этого сияния. В целом, красивая палетка, мне нравится она по оттенку, такая вот она бирюзовая. Если у вас есть какие-то, ну, скорее всего, у вас есть дополнительные палетки, там, с черными, с темно-коричневыми, да, и тогда это подойдет как хорошее дополнение. В целом, конечно же, не обязательно наносить все там оттенки, все-все-все на глаза. Можно использовать только вот сияшки, да, делать какие-то изумрудные, там, смоки, что-нибудь такое. У вас здесь, ну, хотя вот, знаете, я сейчас сказала про изумрудные смоки, а получается, что у нас для затемнения здесь только вот этот темно-синий, а вот темно-бирюзового такого у нас нету, например. Ну, вот у Тами, опять же, может быть, это не важно, короче, популярное-непопулярное мнение, оно мое, это самое главное. У Тами-то, ну-ка, эти палетки, вот практически все, на которые я смотрю, я часто не вижу в них логики. То есть, здесь еще хоть как-то, да, еще, ну, как-то, что-то там, складочку растушевали, например, стрелочку сделали, добавили любой из этих оттенков, да, вот этот за счет этого там растушевали. Хотя, блин, вот, ну, в растушевке вот этот оттенок, когда его подрастираешь, он выглядит так же, как и вот этот. Но я к тому, что... Ой, где он, господи? Ну, вот видите, в растушевке, то есть, он практически такой же получается. То есть, между ними разница прям, ну, не сильно большая, ну, хотя, как бы, оттенки красивые, да, с вами сильно, получается, ограничены по количеству каких-то макияжей. Я бы, знаете, может быть, что здесь предложила? Ну, допустим, сияшки мы все с вами оставляем, да, у нас при этом три матовых, окей, три у нас матовых, два в палетке, один в свободном полете какой-то. Окей, оставляем вот этот синий, он сложный, необычный. Оставляем, давайте, вот этот. И вот этот оттенок мы с вами заменяем на такой изумрудный цвет. Соответственно, у нас каждый из матовых оттенков работает как оттенок для складки, там, для внешнего уголочка. Также, например, вот этот оттенок можно нанести просто в качестве, там, акцента на внутренний уголочек. Ну, то есть, чуть больше логики получается. Понятно, что можно 10, там, палеток взять, разложить. Я, кстати, вот подумываю о том, что там и тануковские вот эти вот рефилы подоставать и вот сюда вот по цветовым историям собрать. Но и на этом канале сколько я вам обещаю обзор на там и танука лет? Сколько лет моему каналу? С 2016 года, да? Ну, вот, наверное, года с 2018 точно-то и обещаю. Ну, что поделать бывает, обещанного ждут не просто три года, а уже два раза по три года трэш. В общем, в целом мне палетка понравилась. Для меня это странная немного ситуация с дополнительным оттенком, но окей, качество. Вот там это, ну-ка, у них отличное качество теней. Мне прям вот все нравится, нету никаких к ним претензий. Ну, вот немножко хочется как-то взять и какие-то технические и бизнес-процессы немножко починить, что ли. Дальше у нас здесь с нами картонная коробка. Тут еще даже тряпка была для того, чтобы почистить палетку, потому что палетка, конечно, вся заляпывается, залапывается. Дизайнерские решения по упаковкам тоже не самое мое любимое, которые вот эти их бумажные были вообще так себе. Ну, не знаю. Короче, мне кажется, работать есть над чем. И у Тами Танука, у этого бренда, с вот этими тенями, со всеми их наработками, да, у них просто невероятнейший потенциал. Но надо что-то подкрутить, надо что-то доработать, подработать. Ну, по крайней мере, вот мое такое ощущение. Потому что они уже столько лет на рынке, а они производят до сих пор впечатление не бренда. Потому что вот кто-кто, да, а Тами Танука могли стать уже настолько просто нереально популярными, вот, уже расшириться 10 раз, уже везде там продаваться, делать, чтобы там их все-все-все знали быть на слуху. Но, может быть, это не является их целью. Не знаю, не знаю. Короче, есть над чем работать. Палетка симпатичная. Надеюсь, что она все-таки вернется в продажу. И с вот этими вот кристаллами все-таки эту проблему решат каким-то образом. Ну, что, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, пробовали ли вы что-то из этих продуктов. Может быть, вам что-то понравилось, вы что-то хотели протестировать. Мне будет безумно-безумно интересно почитать. Ну, и, конечно же, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, на мой телеграм-канал, на мой Boosty. Не забывайте заходить на сайт natalinaeducation.com и приобретать доступ к курсам, пока они есть со скидками до 80%. И, конечно же, на Marketplace вас ждет наша коллаборация с ByGef MUA. Спасибо вам огромное за просмотр, и мы с вами увидимся в следующем видео. До встречи, и всем пока!